1 сентября в республике отметили День знаний. Во всех школах прошли торжественные линейки. Не стало исключением и гимназия номер 2. Сюда приехали почетные гости. Но, несомненно, главные герои праздника – это первоклашки, которые сегодня делают первые шаги в новую жизнь под названием «Школа». Мы приглашаем первый «Б-класс» и классного руководителя Мармы Эллу Александровну. Дорогие наши дети, уважаемые воспитатели, мамы, папы, дедушки, бабушки, я от себя лично и от имени Оршанского райисполкома хочу вас поздравить с этим замечательным днем, днем 1 сентября, Днем знаний. Сегодня, пройдя по школе, я убедился, что здесь сделано все для того, чтобы наши детки получили прекрасное образование, подготовленные учебные классы современные, столовая, спортзал. То есть, все есть для того, чтобы вы себя реализовали. Особенно, я понимаю, волнующий момент для родителей тех первоклассников, которые идут в школу. Я вот, честно говоря, сам проникся, потому что давно на таких линейках не присутствовал. У меня дочка в следующем году тоже пойдет в первый класс, поэтому посмотрел, вот так вот понимаю те чувства, те волнения, которые у вас присутствуют. Я хочу сказать, что сегодня действительно в системе образования все сделано для того, чтобы наши дети, я повторюсь, получили действительно прекрасное образование и могли себя самореализовать. Хочу сказать для наших выпускников, что ваше будущее, это, конечно, лично то, как вы закончите школу, куда вы определитесь, куда вы пойдете поступать. Но хочу отметить, что не только ваше, это личное будущее, но это будущее нашего Оршанского района, нашей страны. Поэтому хочу всех еще раз поздравить с этим замечательным праздником, пожелать всем присутствующим действительно крепкого здоровья, реализации всех ваших планов, всего того, что вы задумали. Пожелать вам всего самого хорошего. С праздником вас, дорогие участники. Уважаемые ученики, уважаемые родители, уважаемые преподаватели, я поздравляю вас с началом нового учебного года, днем 1 сентября. Спустя некоторое время наша школа наполнится детскими голосами, звонками, кабинеты и классы будут наполнены сочинениями, контрольными, столовой обедами. Говорю «наша», потому что сама в течение 11 лет присутствовала на всех линейках. Ребенок у меня тоже закончил эту школу, и благодаря этим знаниям, которые были получены в школе, он поступил, уже закончил медуниверситет и работает врачом. Уважаемые ученики, я уже не понаслышке могу вам сказать, что знания – это такое богатство, которое не нужно носить за спиной. Благодаря знаниям вы можете реализовать все свои самые смелые мечты. Желаю вам, чтобы каждый урок был для вас открытием. Желаю, чтобы преподаватели были вашими проводниками, а родители – помощниками на пути получения знаний. Желаю, чтобы исполнялись все ваши смелые мечты, чтобы вы выросли и были достойными гражданами нашей страны. Желаю вам новых впечатлений, новых открытий. Желаю новых друзей. Поздравляю вас с праздником. Всего вам хорошего, хорошей учебы и счастливого учебного года. Дорогие друзья, прошло совсем немного времени, когда наших малышей забирали из стен родильного дома. И сегодня они такие нарядные, такие трогательные, такие счастливые пришли в самую лучшую гимназию нашего города. Пусть они пронесут знания свои через всю жизнь, которую они добудут в этой гимназии, которой уже больше ста лет. А всем остальным ребятам желаю, чтобы вами гордился наш город, гордилась наша республика, наша страна. Учителям желаю вдохновения, терпения, чтобы на работу шли с удовольствием. С праздником! Добрый день всем! Я действительно присоединяюсь к словам Инны Юрьевны, что это самая лучшая гимназия. Как показывает окончание учебного года, а я здесь довольно часто выступаю, ну, наверное, большую часть дня у нас занимает раздача дипломов и регалий. В этом году я желаю вам добиться еще больших успехов, хотя уже не знаю, куда больше. Учителям терпение, родителям терпение, а ученикам успехов. Одиннадцатому классу, чтобы сбылись все мечты, а первоклассникам, чтобы этот год заполнился яркими впечатлениями и событиями. С праздником! Успехов всем! Дорогие друзья, уважаемые гости, мальчики и девочки, родители и, конечно же, коллеги, я от всей души поздравляю вас с поистине всенародным праздником Днем Знаний, который в очередной раз собрал нас в дворе гимназии, чтобы дать старт новому учебному году. Спасибо! Спасибо! Первое сентября – это особый день. День, когда взрослые снова волей-неволей возвращаются в свое детство. Я родился в городе Лезна, в городском поселке Лезна. Значит, первый класс, помню, да, хорошо. Значит, это была восьмилетняя школа, довольно-таки старая. Три года мы как бы учились в этой школе, потом была открыта первая школа, вот, современная, как бы, действительно. И по тому уровню оснащения, и сейчас она постоянно оснащается, я знаю это тоже. Запомнился выпускной, тоже нес девочку на руках. Это тоже, конечно, отложилось в памяти, и всегда вспоминаешь про этот момент. Ну, а сегодня, конечно, это действительно светлый праздник. Действительно, очень приятно смотреть на первоклашек, потому что это, наверное, самые непосредственные, самые милые, которые, скажем так, идут действительно с сегодняшнего дня в большой жизненный путь. Конечно, открываются большие горизонты. Может быть, это они осознают, конечно, не сейчас и не сразу, конечно, это так. Но то, что будут закладывать преподаватели, прежде всего, это, конечно, очень большое дело. Я уверен, что, познакомившись именно с директором школы и уже с преподавательским составом, я вижу, что здесь очень квалифицированные кадры, хорошая атмосфера, практически домашняя, которая создает предпосылки действительно для получения знаний хороших и дадут хорошую путевку в жизнь этим маленьким деткам. Ну, 11-классникам, те, которые выпускаются, тоже два класса, значит, действительно уровень образования здесь достаточно высокий. Гимназия номер два, она лидирует по многим позициям. Вот, и хотелось бы, конечно, выпускникам гимназии два и в целом все Иршанщины и Витебщины пожелать, чтобы они нашли свою путевку, дорогу в жизнь и смогли себя самореализовать. Это, наверное, самое главное.